всем привет с вами ваш переводчик асулхан и сегодня у нас первая реакция джона хэнни и вообще не знаю как я до сих пор не восстановил его это один из моих самых любимых реакционеров но из тех которые любят поговорить про гортани и сегодня урок пения получила испытала на себе наша diars сауле всем приятного просмотра приветствую это джон хэнни я тренер по вокалу и автор книги обучение современному пению и сегодня я собираюсь сделать реакцию анализ видео димаш кудайберген думаю я произнес его имя правильно без лишних церемоний многие об этом сильно просили это конкурсное шоу он уже вошел в образ своими глазами исполнители певцы ваши глаза невероятно важны я говорил об этом в моем подкасте очень важно использовать ваши глаза они реально зеркало вашей души он уже в таком расположении духа которая притягивает аудиторию и определяет ожидания мне интересно увидеть что будет дальше он использует свои глаза еще одна вещь которую он делает очень хорошо это то что обычно певцы начинает очень мощная знаю что это зависит от песни но тут песня начинается очень очень мягко и он использует наиболее подходящий нежный вокальный подход это дает много места для того чтобы постепенно наращивать вокал и опять его глаза открыты певцы не закрывайте свои глаза все время он общается через свой взгляд и голос он молодой но по всей видимости очень опытный исполнитель это было прекрасно ну славненько певец может играть тремя основными вещами я конечно чрезмерно упростил ты отправляешь поток воздуха в голосовые связки когда твои голосовые связки сопротивляются воздуху это создает звуковые волны различной интенсивности и вот что делает певец со своими резонаторами в основном это горло и рот он уже начал играть с напряжением и также глубиной своей резонансной трубки если я опущу свою гортань она упрется в шею я сделаю это еще глубже и получу вот этот насыщенный звук потому что труба стала длиннее если я подниму ее то получу вот этот яркий звук потому что труба стала покороче он делает так он получает эту глубину в данном моменте и начинает играть с ней это же он здесь поет ноту сопрано фа диез это уже впечатляет и это довольно легко для него много народу просило меня сделать реакцию на него и я ожидал что-то необычное от него что он нам и демонстрирует мне нравится как нежно он способен это делать как он атакует или как начинает петь ноту он может соединять свои связки так чтобы они не захлопывались лишь малейшее деликатное касание очевидно это было больше для эффекта но он хорошо это делает он приближается к звучанию женского оперного голоса и вот что он делает он делает свою трубу немного глубже и получается то что называется звуком открытого горла затем он держит рот более узким и округленным и из-за этого он получает эти высокие частоты это по сути как применить эквалайзер где он набирает высокие частоты чтобы получить звук пустой флейты затем с помощью своих голосовых связок он создает малейшее касание достаточное для создания качественного звука но не настолько чтобы это звучало слишком напряженно или по-мужски это просто великолепно то что он сделал я не знаю это ли его соперники но полагаю они думают о боже как превзойти такое сейчас у него слегка более яркий звук немного больше контакта голосовых связок и он уже переходит в более мужской поп звук он вернулся на фа диез в первый раз он пел больше как контртенор мужским голосом приближающимся почти к женскому классическому звучанию то что он сделал сейчас он поднял свою гортань чтобы резонирующая труба стала короче так она будет производить более высокие частоты и он получает немного больше контакта голосовых связок и он также раскрывает гласный звук что придает звуку яркости и интенсивности вот поэтому он получает такой кусачий звук когда я говорил об этих трех элементах дыхание сопротивление голосовых связок и гласный звук он очень умело всем этим управляет необычайно умело и вероятно у него выдающийся широкий диапазон он держит аудиторию в своих руках и вновь поет женским голосом как контртенор заметьте как он держит гласные звуки они очень и очень округленные такие нежные потому что он здесь не хочет высокие кусачие частоты как он пел в предыдущем моменте знаете он такой исключительный пример пример того на что способен наш голос эти различные краски у него такой необыкновенный голос удивительный дар и вы наверное думаете что если бы у вас были такие же возможности вы смогли бы петь также но это одна сторона вопроса ведь еще нужна способность узнать свой дар развить свой дар музыкальность умение общаться с аудиторией это очень редкий случай повстречать подобный голос возможно мы видим таких людей вокруг у кого такой же дар смысле в сыром виде только то что дала природа но они никогда не развивали его они его даже не раскрыли и это сказочное везение когда кто-то с таким даром обнаруживает его и развивает просто ювелирное исполнение о боже мой даже на моей клавиатуре нет такой высокой ноты господи он взял высоченную ноту ми это нота сопрано ми это это поразительно так нам нужно поговорить как певцы это делают это что-то как сказать подумайте о людях которых вы знаете может у кого-то гипермобильность например кто-то может согнуть локоть сильнее чем другие они просто более гибкие здесь что-то типа этого если учитель пения скажет вам что он может научить любого петь также они не смогут у всех у нас есть ограничение в голосе его ограничения сильно отличаются от большинства из нас это же экстремально высокая нота для мужчины я пытаюсь вспомнить из своего опыта учил ли я кого-нибудь кто мог петь также высоко я думаю я вспомнил только одного человека хотя я обучил тысячи учеников у него просто невероятные и потрясающий контроль я имею ввиду этот джентльмен справа даже не понимает что происходит он выглядит ошарашенным я не знаю но если он его соперник он просто не сможет соревноваться с ним на таком уровне так как это не то что можно просто натренировать это было дано от природы но если что а а а а а а а а а он же перешел от он опять же манипулирует длиной резонирующей трубы а а а а и он ходит туда-сюда в зависимости от оттенка который он хочет выбрать потому что он просто может это делать это великолепно он прыгает женского оперного голоса на мужской оперный голос а потом поет как поп-певец еще и этот белтинг это видео реакция хотя здесь можно сделать многочасовой сериал так как много чего тут происходит я не хочу занудствовать но это было великолепно видите это более поп звучание что звучит намного ярче а 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 сейчас он еще выше а 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 превосходно. И теперь назад оперный голос. Он тут сделал кое-что очень нежное и классное. Я хочу вернуть этот момент, потому что вы могли его пропустить. Он начинает и входит с легким фальцетом. И когда он держит ноту, он задействует немного больше глубины, небольшим касанием голосовых связок и дает звуку немного больше интенсивности. И затем тянет его назад. И он делает это очень быстро и гладко. Вот оно. Ещё раз. Он открыл гласный звук лишь на крошечный момент. Этот парень очень и очень хорош. Это отличный пример, когда правильный голос встречает правильную песню. Я не знаком с этой песней. Она как цирк Дюссалей. Такая мелодраматичная атмосфера. Очень чувствительная. Очень чувствительная песня. Много верхних и низких нот. Это идеальное транспортное средство для демонстрации его возможностей. И я хотел сказать, так как певцы могут смотреть это, вы можете быть подавлены, потому что можете думать, как я могу достигнуть такого уровня. Хорошая новость в том, что вы, вероятно, так не сможете. Просто взгляните на всё население мира и какие возможности, в смысле голосовые, природа даёт им. Это очень и очень редкий тип голоса. Вы, вероятно, не обладаете таким даром. Но вам и не нужно. Музыка – это выражение и общение. И вы знаете этот вопрос, кто лучший певец в мире. Это всё равно, что спрашивать, кто самый быстрый человек в мире. Да, это можно квалифицировать. Можно засечь время и говорить, что один человек быстрее, чем другой. Но ведь есть спринт, средняя дистанция, марафон. И теперь уже нет ответа, так как это могут быть разные люди. Так же и в музыке. Вы не можете сказать, что один человек лучше, чем другой. Или что тебе нужно спеть именно так, чтобы быть певцом. Я просто хочу сказать вам, что вы, вероятно, не сможете петь так, это абсолютно выдающийся голос. И это человек, который принял свой дар, упорно работал над ним. Так же он одарён красивой внешностью, харизмой. Но кроме голоса, если вы его фанат или певец, поучительно то, как он общается с аудиторией. Как он использует зрительный контакт, использует свои глаза. И ещё он делает эту чудесную штуку. Перед каждым этапом в песне он даёт вам сигнал к тому, что сейчас произойдёт. И он делает эти движения. И вы думаете, боже мой, сейчас что-то произойдёт. Он как телепат даёт вам подсказки. И язык его тела меняется. Мне очень понравилось в конце, когда он показал, что сейчас будет что-то мощное. И затем он выдал это всё так деликатно, поставив жирную точку в песне. Он держит ваши ожидания в подвешенном состоянии. Это целое представление. Мне без разницы, какую музыку вы слушаете. Но если вы это посмотрите, и вас это не привлечёт, тогда я не знаю. У меня просто нет такой программы в мозгу. Что бы он ни делал, он завлекал меня. И как слушателя, и как зрителя. Я, конечно, могу смотреть его со своим учительским взглядом. Хотя я не люблю это делать, потому что это всегда заставляет меня анализировать пение. Но он также привлёк меня как слушателя. Просто как человека, который хочет насладиться пением другого человека. И также, так как я слышал много голосов, и меня трудно удивить чем-то. Но он удивил меня. Он совершенно необыкновенный. Много людей просили меня сделать анализ на него. И теперь я знаю, почему. И если вы его фанат, я абсолютно понимаю, почему. Он – это яркий пример того, на что способен человеческий голос на пределе своих возможностей. И не каждый может это сделать. Да и не каждому нужно уметь так петь. Но вы должны быть вдохновлены кем-то, как он. И это должно вдохновлять вас работать упорно. Потому что этот молодой человек усердно трудился. Он одарённый, но он реально работал над этим. Так что, если бы у меня была шляпа, то я бы снял её перед вами. Спасибо. Всем привет. Асылхан, я тебя очень благодарю за твой труд, за переводы, за то, что даришь нам такие положительные эмоции. Ждём следующего видео. Пока. Всем спасибо за внимание. Спасибо Джону и Сауле за их реакции. Как бы это странно не звучало. Если вы хотите попасть на экран, то пишите в комментариях. Я обязательно с вами свяжусь. И мы это сделаем. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok